В приграничных районах бывших союзных республик новые риски и угрозы проявляются все чаще. По этой причине в Бишкеке состоялась региональная конференция под руководством Института исследований горных сообществ. И более ста ведущих экспертов в этой области из разных стран мира поделились своим мнением и исследованиями. Это распространенный подход, когда все конфликты пытаются описать из истории. Мы используем совершенно иной подход, мы не историки, мы как социальные антропологи, политические географы пытаемся посмотреть на то, каким образом современные практики землепользования, водопользования, то есть все, что связано с сельским хозяйством, как это влияет на формирование определенных напряженностей. Нередко причиной конфликтов на приграничных участках становятся водные ресурсы, поскольку сегодня никто не контролирует расход и распределение природных богатств. Особенно если учесть, что река Исфара проходит по территории нескольких стран. То есть если более эффективно использовать воду, допустим, забетонировать каналы, использовать капельное орошение, мульчирование с помощью пленки, то можно более рационально использовать поливную воду, водные ресурсы, таким образом можно еще больше территорий вовлечь в сельскохозяйственную производство, увеличить доход местного населения. Чаще всего среди местного населения возникает напряженность во время затяжной зимы или засушливого лета. Именно в такие моменты происходит нехватка ресурсов. Это стоит учитывать при делимитации и демаркации границ. Нужно учитывать то, что все, что касается приграничных, это взаимозависимо. Говорить о том, что это только можно решить твердой рукой, силой, или только продвигая свои интересы, но не слушая интересы другой стороны, такой вариант вообще не пройдет. И нужно это понимать не только нашему правительству, но вообще всем людям, которые пытаются эти дискуссии очень острые в обществе поддерживать. Эксперты считают, что вместо того, чтобы вкладывать деньги в милитаризацию границы, строить защитные блокпосты, лучше стремиться жить в добрососедских отношениях и помогать правильно распределять природные ресурсы. Анастасия Кан, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.